Приветствую гостей и подписчиков канала. Вчера в Европе прошли первые 8 матчей пятого тура футбольной лиги чемпионов. Вот их результаты. В группе Е состоялось два матча. Динамовцы Киева уступили дома Баварии 1-2. Барселона и Бенфика сыграли в ничью 0-0. Бавария давно уже в плей-офф лиги чемпионов, а вот Барселона и Бенфика в последнем туре определят кто из них составит пару немецкому клубу в лиге чемпионов, а кто будет играть в плей-офф лиги Европы. Если каталонцы сыграют в последнем гостевом матче с Баварией в ничью или проиграют, а Бенфика дома победит киевская Динамо, то в весеннюю часть лиги чемпионов выйдут именно португальцы. Барсе в гостях надо побеждать немцев и это горькая реальность для подопечных Хави. Сомневаться в том, что Бенфика сомнет на своем поле киевлян при бешеной поддержке трибун, думаю, не приходится. Оба матча состоятся 8 декабря в 23.00 по Москве. В группе F также прошло два поединка. Испанский Вильериал дома уступил Манчестер Юнайтед 0-2. Швейцарский Янг Бойс и итальянская Аталанта выдали боевую ничью 3-3. Манчестер Юнайтед вышел в плей-офф лиги чемпионов. 8 декабря в 23.00 по Москве мы узнаем, кто стал обладателем второй путевки. Это выяснится после матча Аталанта Вильериал. Подопечные Джан Пьеро Гасперини играют дома и, думаю, это станет ключевым фактором успеха. Если победят испанцы, а швейцарский Янг Бойс в другом матче одолеет в гостях монкунянцев в плей-офф лиги Европы пройдут именно швейцарцы. Два матча состоялось в самой запутанной и непредсказуемой группе G. Вчера французский Лиль победил австрийский Red Bull 1-0. Испанская Севилья была сильнее Вольфсбурга 2-0. Все четыре клуба имеют шансы попасть в плей-офф лиги чемпионов, поэтому что-либо говорить о двух соискателях путевок пока преждевременно. 8 декабря австрийцы сыграют дома с Севильей. Вольфсбург дома примет Лиль. Ну и самая предсказуемая группа Х, в которой определились два участника стадии плей-офф лиги чемпионов и команда, которая примет участие в весенней стадии лиги Европы. Вчера Челси дома одолел Ювентус 4-0 и вырвался на первое место в группе. Зенит благодаря пенальти в самой концовке матча с Мальми идет в Лигу Европы, что само по себе неплохо. В последнем туре 8 декабря старая сеньора примет шведов. Зенит дома сыграет с Челси. Челси наверняка будет играть в Питере только на победу для того, чтобы остаться на первом месте в группе. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.